Один мой знакомый в Москве, он, ну, парень уже тогда был лет сорок, и он, как бы, такой, как бы, очень светлый, активный человек, и он всё время такой, как бы, познакомился с одной, искал себе идеальную жену, и потом жаловался мне, говорит, ну, сначала я влюблялся на два, на три года, и сейчас, когда вот всё дальше, вот сейчас я уже влюбляюсь всего на месяц, говорю, и больше уже не могу влюбиться, я говорю, скоро на один день будешь влюбляться. Влюблённость — это же подарки от Бога, то есть вот любовь и влюбленность означает, что Бог сам поддержит эту энергию, наслаждение между людьми, это энергия Бога, Он поддержит. Ну, что Он поддержит, Он, как бы, тебе одну, вторую уже предложил, как бы третью, ну, сколько можно, ты, как бы, всё роешься в женщинах, ищешь в себе ангела Божьего. Да, ну, не бывает ангела Божьего на земле, бывают люди, женские, женщины, женские недостатки, они мужчине сразу не видны, он женщине смотрит, думает, ой, какая хорошая. Женщина не видит недостатки мужчины сначала, тоже тут, ой, такой хороший человек, ну, побольше видит, чем мужчина. Чем женщина. Мужчина вообще в женщине ничего плохого не видит, когда в любом случае. А женщина так замечает, понемножку, с самого начала чаще всего. Ну, иногда тоже влюбляется, ничего не замечает. Недостатки есть у всех. Бывают в характере недостатки у человека, а бывает характер хороший в судьбе и недостатке, значит. Вы скажете, а или иначе, бывает так, чтобы и в характере недостатков не было, и в судьбе не было недостатков, и вот чистая светлая жизнь такая всё бывает, но не здесь, не на земле. Здесь такого не бывает. Допустим, люди меняют, допустим, как бы одну сторону на другую. Поехали, допустим, в Германию жить. Да, там чище, больше порядка, там всё красиво, люди разговаривают нежнее друг с другом. Всё правильно, всё так и есть. Вот вы этого хотите, пожалуйста, в Германию. Но есть одно но. Вот чего вы не знаете, не видите здесь, там есть, и это для вас очень сильно шокирует, что там есть. Там есть очень большая скованность к жизни. Здесь захотел, здесь поработал, захотел, там поработал. То есть люди более-менее расслаблены. Нахотел, поехал туда, отдохнул, захотел сюда, захотел в лес за грибами сходил. Там такого нет. Там не сходишь в лес за грибами. Ты там не сможешь уйти с работы. Ты потеряешь просто всю свою жизнь. Люди очень сильно зависят от работы. И построить отношения с семью не так-то просто, как здесь, там. Там годы нужны даже просто на то, чтобы отношения создать человека. Понимаете? Другая энергетика. Не то, что там хуже. Там свои плюсы есть. Здесь свои. Поэтому, или, допустим, ладно, в Германии. Давайте поедем, допустим, на Таити. Или куда-нибудь там, допустим. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живет. Чунга-чанга песенку поет. Чудо-остров, чудо-остров. Жить на нем легко и просто. Сейчас ноги мотают по интернету, работают. Жить на нем легко и просто. Чунга-чанга. Наше счастье постоянно. Ешь кокосы, ешь бананы. Чунга-чанга. Ну, то есть люди думают, там тепло, как лето круглый год. Как бы бананы, кокосы растут. Жизнь расслабленная, спокойная. Да, это все так. Это там есть. Это там есть. Но в результате того, что вот это все так, люди становятся очень эмоциональные, гневливые, обидчивые, ранимые. Ленивые. Развращенные. Ну, то есть что с человеком становится? Он становится эээ. Ну, то есть такой как бы. И жить вот в такой компашке очень тяжело. Потому что не чувствуешь, как бы, что можно на кого-то опереться. Чуть опёрся, он его про это просел сразу. Понимаете, везде есть свои проблемы. То есть люди в основном видят поверхность. А в Америку хочу. Америка хорошая страна. Там ещё тяжелее. Здесь, допустим, люди скованы грубостью, а там люди скованы законами. Там шаг в сторону, как бы штраф. Ну, то есть жизнь очень скованная с точки зрения, ну, как бы, отношения. Что 10 тысяч долларов надо для того, чтобы просто помереть. Если ты не положишь, как бы, 10 тысяч долларов. У тебя даже не похоронят. Понимаете? Жесть. Ну, я не против, как бы там есть свои прелести. Тоже здесь свои. Ну, просто, ну, там тоже хорошо. И здесь хорошо. Везде хорошо. Но нет смысла бегать туда-сюда. Точно так же от одного мужика к другому. Там от одной женщины к другой. Понимаете? Везде свои плюсы и минусы. Но есть один минус, который вы не вернёте никогда. Если вы поступаете против закона Бога, вы за это тоже будете наказаны. Ну, то есть вы, допустим, ушли от мужа в надежде получить другого. Вы вместе с другим получаете ещё плюс наказания. Ушли от следующего, уже два наказания. Ушли ещё три наказания и так далее. И вот потом столько наказаний уже жить очень сложно становится. Как это в песне поется. Чтобы рифмами наполнить, чтобы получить что-то свежее, что-то хорошее. Но взять надо с собой не сны, грёзы и детскую мечту, а взять с собой надо совесть, покаяние, правильное отношение к своим поступкам. Понимаете? Сама идея правильная. Побеждать судьбу идея правильная. Просто с чем? С нами и грёзами мечтой своей ты судьбу не победишь. А вот святостью, верой Бога, совестью, покаянием, чистотой, силой внутренней, духовной природой, добрыми людьми победишь. Это моего плод, свитый из песен и слов. Это хорошо, когда человек погружается в своё любимое дело, в творчество и таким образом побеждает судьбу. Но плод человека, свитый из песен и слов, действительно, должен свит быть из песен и слов. Плод человека. Но не из песен эстрадных. Он должен быть свит из молитвы, из песнопений духовных, из слов, связанных с Богом. Этот плод действительно вытаскивает человека из влияния плохой судьбы. Причина заключается в том, что есть просто знание, и оно объясняется в ведах. Всё очень просто. Судьба живёт в памяти. И она действует через память. Она влечёт нас чему-то. Мы помним о том, что мы хотим в жизни. Так действует судьба. Она держит нас в рамках желания и памяти. То есть всё, что мы захотели, это наша судьба. Всё, о чём мы помним, тоже наша судьба. Но когда человек вспоминает о Боге, начинает отвлекаться от себя и делать что-то для кого-то, вот взял просто, нищему денег дал. Никто не просил тебя. И потом идёшь, думаешь, что это я так дал? Ты же назад деньги не вернёшь. Вот, понимаете? Вот это означает, поступок уже связан не с судьбой. Это называется «свобода выбора», это называется «победа над судьбой». То есть есть три вещи вообще в целом, которые побеждают судьбу. Всего три. Это добрые дела. Ну, добрые означают, вот я говорю, я добрые дела своему ребёнку делаю. Своему ребёнку, если ты добрые дела делаешь, это не добрые дела, ты делаешь их себе, потому что это твой ребёнок. Добрые дела, это когда ты чужому ребёнку делаешь. Вот это добрые дела. Понимаете? То есть добрые дела означают, ты отвлекаешься от себя, от своих детей. И просто людям, которых ты не знаешь, делаешь добрые дела. Но также друзьям надо и своим детям тоже делать добрые дела. Это тоже хорошо. Но это находится внутри судьбы. Ты как бы очищаешь саму судьбу. Очищать саму судьбу надо. Но есть такое понятие милость. Это прямо тебе как бы на небо, с неба сваливается что-то не твое. Понимаете, милость. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. Когда будет надо, все друзья будут рядом, подарят тебе солнце или звезды. Вот. Понимаете? Солнце — это радость, а звезды — это покой. Ну то есть... Это все хорошо. Друзьям отдавать надо. Детям отдавать надо. Мужу надо отдавать. Но есть такое понятие милость. Милость — это означает вообще как бы негаданно, нежданно. Понимаете? Это происходит от того, что ты вкладываешь и в свое, и не в свои, а просто отдаешь тем, кто с тобой никак не связан. Просто нищему, просто в храм, просто священнику, просто отдаешь свои мысли Богу. Хотя он, конечно, с нами связан, просто об этом не знаем ничего. Мы живем в полной иллюзии здесь. В чем иллюзия заключается? Она заключается в том, что мы думаем уверенно, что мы сами по себе живем здесь. Вот это вот полная иллюзия. И ученые, они как-то так спокойно относятся. Они говорят, это просто уникальная ситуация на Земле сложилась, что здесь всего хватает нам и света, и воздуха, и воды. Это просто так как бы сложилась уникальная ситуация такая. Но если с точки зрения теории вероятности посмотреть, насколько это вероятно, то один ученый, когда это понял, он написал такую фразу. Говорит, легче Боинг собрать из груды, легче Боинг сам в процессе естественного отбора соберется из груды металлолома, чем клетка, простая клетка, естественным отбором сама соберется в клетку. Вот представьте себе завод, допустим. Его, чтобы построить, надо строить с разных сторон. Это не то, что он естественным отбором возникает. Стены вот в доме, допустим, нельзя строить с одной стены, постепенно к другим. Надо строить все сразу. Клетка такая структура, многомерная и настолько сложная, что ее можно создать только сразу. Ее невозможно постепенно создавать. Там очень много механизмов, которые мы даже не представляем, насколько сложные. Понимаете, когда человек кушает пищу, он не знает, что там происходит внутри. Он только знает, ему сигнал приходит, как бы, что пора ее выпускать назад. Понимаете? И он идет выпускать. Он знает, что будет хуже, если он это вынесет. Мы там миллиарды процессов эти все контролируем. Мы говорим, это происходит автоматически. Ну, мои хорошие, ну как автоматически? Миллиарды клеток. Или, допустим, человек в сердцах кричит, когда у него разрушается, что там в жизни, он кричит. За что? Но никого вокруг нет. Кому он кричит? Он кричит, за что? Ну, у меня была очень тяжелая в детстве жизнь. Ну, как бы, тяжелая, очень тяжелая. Пьянство там, дебош там и все прочее. Столько страданий. И я начал работать над собой уже в 12 лет. Я осознанно начал закаливаться, бегать там, йогой заниматься. И я не знал, что есть Бог, потому что нигде об этом не написано было. Это была социалистическая страна. И даже по книжке, по йоге были все подпольными, напечатаны там на каких-то этих печатных станках. Ну, не станках, а эти, машинках. Просто напечатаны. Из точки сведения, такие книги я читал про йогу. Изучал это все. Ну, я побежал в поле. Мне так стало тяжело, плохо мне стало совсем. Я побежал из дома в поле. Была ночь. Я жил на окраине города. Он строился только. И там был длинный такой пустырь. Дальше лес. Пустырь где-то километр три. Сейчас там все застроено городом. Тогда был пустырь. Я побежал туда, был пустырь. По полю бежал, бежал, бежал. Потом упал, начал плакать. В снегу весь тяжел. Не хочу так жить. Потом что-то со мной произошло. Я сам не понял. Я поднял руки к небу. Поднял голову вверх. Закричал. До 28 лет я буду страдать. В 28 лет я получу знания и бреду счастья. Как только я так сказал, мне стало хорошо и пошел. Запомнил это все, пошел. В 28 лет я встретил свою веру. Обрел знания, как правило жить. Цель жизни понял. Так и получилось. Кто сказал за меня? Понимаете, мы много чего не знаем в этом мире. Разок. Я стараюсь отдыхать после обеда чуть-чуть. Мн. 20 отдыхаю. Я попросил разок своего помощника. Говорю, распути меня, чтобы я не проспал. Слышу голос. Говорю, Олег Геннадьевич, пора вставать. Я встаю. 20 минут пришло. Точно думаю, надо поблагодарить. Пошел. Говорю, спасибо. Он говорит, я забыл. Я тогда сел сразу. Начал вспоминать голос. Потому что я знал, что это сам Господь сделал. Я читал в Священном Писании, что он будет человеком иногда. Когда он плохо спряжит, допустим, не так. Я вам еще сейчас один пример расскажу. Я сел. Начал вспоминать голос. Потому что, когда это произошло, за секунду, можно успеть поймать. Я начал вспоминать голос. И я удивился очень. Это было для меня просто чудо. Потому что голос был не такой, как у моего помощника. Хотя он добрый человек. Но голос был очень уважительный. А я знаю тебе же. Ну, как вы иногда говорите. Понимаете, это голос Бога. То есть Господь, Он так уважает каждого человека. И когда вы уважительно ко мне обращаетесь, это тоже Ему голос. То есть это Он вдохновляет сердце, уважает старше. Девушка там говорила, я верю каждому вашему слову. Если человек так говорит, это не значит, что я там пророк там какой-то и так далее. Это значит, что когда она верит каждому моему слову, значит Господь через меня будет действовать. Даже если я сам этого не знаю. Я был на лекциях в такой случай, который я прочитал в интернете. У меня таких способностей нет. Я сейчас вам расскажу об этом случае. Одна женщина задавала мне вопросы на лекции в уме. И тут же получала ответ. Так было несколько раз. Она это делала. Потом, когда она подняла руку, я ей сказал, «А чего вы поднимаете руку? Я так вас уже сколько на ваши вопросы отвечаю?» Она пустила. И очень сильно удивилась, потому что она подумала, что я читаю мысли. Но это неправда. И я не помню этого случая. Я не помню, почему я ей так сказал. Я не знаю. Понимаете? То есть есть вещи, которые я не контролирую, и вы не контролируете. Разок я лежал, спал, и я почувствовал, что я перестал дышать, и у меня остановилось сердце. Ну, иногда так зажмешь, неправильно спишь, как-то лежишь неправильно. В следующую секунду я сидел уже на кровати. Я сам себя поднять не мог. То есть у меня не было возможности, потому что у меня все окаменело организм просто. Все задеревенело. И в следующую секунду я сижу в кровати, и мысль такая, «Тебе еще рано». И сердце такая мысль, «Тебе еще рано туда». Представляете, кто это все делает? Вы не задумывались, кому вы кричите? «Я больше так не могу жить, никого же нет вокруг». Вы говорите, «Я себе кричу». Себе никто не кричит. С собой разговаривать неинтересно. Понимаете? Мы общаемся с Богом неосознанно. Это Он нас будет. Это Он нас, ну, как бы дает нам знание сердца. Ощущение счастья дает Он. Вот отсюда. Счастье! Это Он дает счастье. И Он же дает угрызение совести. Это то совесть, это Он тоже в Господе. Но Он скрыт от нашего взгляда, потому что мы не имеем здесь права Его видеть. В этом самая главная проблема заключается, что мы так сильно набедокулили, что лишены вот этого понимания, как этот мир устроен, что здесь всё, высшие законы существуют. Ни одного шага нет несправедливости, ни одного шага нет неправильного. Понимаете? Всё очень закономерно здесь происходит в этом мире. И при этом есть у нас свобода выбора. То есть мы можем так жить или так. Вы спрашиваете, если Бог такой милостивый, почему люди спиваются? Потому что Он более милостивым, чем мы можем себе представить. Он даёт нам возможность выбирать. Понимаете, как нам жить? Вот это самая большая милость. Это и есть свобода. Но мы можем выбрать грех или можем выбрать благодать Божью. То есть и то, и другое мы можем выбрать. Но выбрать Бога сложно, потому что Беды сравнивают, вот как Солнце, допустим, есть, от него летят искорки, потоны света. Так и души тоже в своей жизни, когда они летят к своим желаниям, к своим поступкам, к тому, чего они хотят в жизни, они улетают от света и гаснут. Чем больше искорка летит от света, тем тяжелее жить, потому что меньше сил, она гаснет. Понимаете, единственный путь для души — это повернуться вспять, то есть против своих желаний, против того, что тебе хочется, делать то, что надо, а не то, что хочется. Во всём. Даже, допустим, просят скорее дивана, от телеэкрана, от телеэкрана прочь, а ведь хочется именно этого. Всё наоборот, видите? Желание жить означает «просыпайся рано», то есть не хочется просыпаться рано. Желание жить означает «не обожраться на ночь», просыпаться рано. Означает закаливаться, а хочется тёплой воды, а надо холодной. И так далее. То есть, понимаете, всё наоборот, то есть это как путь вспять получается. То есть то, что не хочется, надо делать. Хочется, чтобы тебе счастье дарили, а надо дарить другому. Хочется себе деньги, а надо давать нищему. Хочется идти в кино, а надо в храм. Хочется, чтобы тебе сказали, попросили прощения, а надо самому это делать. Правильно. Не ждать, когда тебе попрощение попросят. Самому просить прощения. А если он неправ, так он всегда неправ. Если вы обиделись, он всегда неправ. Не бывает так, что вы обиделись, а он прав. Всегда он неправ. И всегда надо просить первого прощения. Он скажет, тогда он будет себя гордо чувствовать и будет всегда хотеть, чтобы ты просил прощения. Да, такое тоже возможно. Но параллельно он будет благодарен за то, что так советует. И ты еще должен попросить прощения, еще и не унизиться, понимаете? А это непросто. И я не знаю, почему, откуда вообще это берется, но когда люди реально пишут песни для детей, которые наполнены глубочайшей мудростью, думаю, что это просто как-то человек интуитивно, просто вот он пишет сам, не понимая, что, а на самом деле это высочайшая мудрость. Ну я не верю, чтобы этот человек, который в советское время написал эту песню, чтобы он это все знал, эти законы. Понимаете? Но часто в детских песнях написано то, что является законами Вселенной, что действительно является высочайшей мудростью и последовательность самих слов тоже она такая же, закономерная. Смотрите, интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Это аллегория «иди за солнцем», это ведичная аллегория, означает «иди за Богом следом». То есть Бог сравнивается с солнцем, а душа летит от Бога и гаснет. Надо разворачиваться назад. Это очень сложно, потому что хочется же другого. Все, что тебе хочется, это очень опасно, это гасит твою возможность быть счастливым. Надо делать то, что надо, а не то, что хочется. Иди за солнцем следом. Хоть этот путь неведом. Почему неведом? Потому что все идут только путем своих желаний. Путь против желаний — это неведомый путь. Зачем это надо? Люди удивляют, сколько ты чувствуешь? Сума сочетает. Себя мучаешь, встаешь рано, в воду лезешь, перестала нормальную пищу есть. Чего ты себя мучаешь-то? Живи нормально. Путь неведом. Люди удивляют, зачем это вообще надо? Понимаете? А вот оказывается, это путь к счастью, а не к страданию. Когда человек начинает так жить, вот эти три вещи делает, он совершает аскезы, то есть поворачивается вспять, это аскезы. Делает добро, то есть добрые дела, то есть не себе, как счастье приносит, а другим людям. И третье — это молитва. Три вещи побеждаются. Молитва означает направлять свой взгляд на Бога, делать добрые дела и поворачивать свою жизнь вспять. Вот три вещи, которые побеждают судьбу. И когда человек делает эти три вещи, он наполняется силой, дающей ему возможность уже дальше поступки совершать в жизни, которые совершают, побеждают судьбу. А что это за поступки? Это поступки, которые тебя отвлекают от себя. Ну то есть человек, когда попал в тяжелый период жизни, чем он занимается? Он только думает о себе, о том, как ему тяжело жить, ему плохо. И это капкан. Чем больше он думает, что ему плохо, тем больше его засасывает тяжелая судьба. И люди надеются, верят, что все будет хорошо. Ничего хорошего не будет. Дальше будет депрессия, рак и смерть. Понимаете? Чем больше человек тает, теряет силы, тем меньше шансов выжить. Ну то есть он просто, вот как растение, допустим, его пересадили, и оно опечалилось. Пока оно не обрадуется свету, оно не выживет. Чем больше оно печальится, тем больше загибается. Потом раз, наступает момент, что оно просто засыхает, вопреки ожиданиям. Земля есть, вода есть, солнце есть, все есть, а растение засохло. Почему? Обиделась. Ну то есть не приняла судьбу. То есть хотел, нравилось жить там, а его пересадили. Гады. Ну и обиделась растением просто и засохло. Все. А вот если бы оно приняло, как бы согласилось с тем, чтобы Бог дал новое что-то, ну тогда живи дальше. Все. Понимаете? Значит, означает выход из стресса. То есть отвлечься от своих страданий. Это следующий шаг. Когда ты понял, куда идти уже, ты набрался сил. Ты отвлекись от своих страданий. Ты за солнцем следом пошел, ты начал природу любить, добрых людей любить, начал молитву любить, аскезы совершать. Желать всем счастья, жертвовать своей силой. Желать всем счастья, это означает жертвовать свой жизненный воздух. Желать, я желаю всем счастья. То есть ты отдаешь свои жизненные силы людям. Благословляешься. Это правильный путь жизни. Добрые поступки. Это следующий шаг. Потому что сначала человек просто на природе наполняется, он режим дня начинает соблюдать, начинает промежки делать. Девушка, я хочу жить хорошо стало. Он нас сзади сказал. Почему? Потому что она начала правильно жить. Она наполнилась силой природы, от добрых людей, от Бога. Стала румяной, счастливой, жизнерадостной. Что дальше? ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вы скажете, где это непрактично? Допустим, у тебя бизнес? Хорошо. Есть это применение, этого знания. Везде. И оно очень практично. Например, если ты хочешь быть успешным руководителем, тогда начни заботиться о своих подчиненных. Начни уважать равных. и начни преклоняться перед старшими. Твой бизнес взлетит сразу же. А чтобы это все делать, нужны силы. Как уважать старших, если они ведут себя неправильно? Как уважать младших, если они ведут себя неправильно? Как друзей уважать в бизнесе, если они тебя обманывают? Видите, а путь только один. То есть, ты заботишься, допустим, взял, допустим, у тебя работает человек. вы скажете, заботиться означает больше денег платить. Больше денег платить и не разбалуются и вообще потом обнаглеют. Ты разовишься. Нет. Это неправильное мышление. Не надо больше денег платить. Людям нужна любовь. И ты этого не знаешь просто. Вот допустим, человек работает у тебя. Он заболел. Ты пришел к нему. домой. Тайком. Никто не знает. Ты говоришь, у меня есть врач знакомый. Иди туда, тебе там домой. И денежек заплатил еще за лечение. И говоришь, никому не говорят. мое личное дело. Дальше что будет? Он никогда этого не забудет. Станет верным человеком. Понимаете? Так создается отношение. создается судьба. Старший накосячил, допустим, все от него отвернулись, а ты простил. Он это запомнил. и так далее. Правильный путь очень сложно понимаем. Вот допустим, если я сейчас скажу, правитель дан Богом, все сразу. или почти все. А это и есть предательство, понимаете? Потому что люди, которые не доверяют старшему, разваливают свою страну и сами же потом остаются без штанов. когда люди любят по-доброму относиться к правительству, правительство становится добрым, потому что совесть включается в них, в сердце. А если не включается, то можно по-доброму помочь. И все, когда им по-доброму помогают, они всегда соглашаются с этим. Понимаете? этот мир устроен сложнее, чем мы думаем. И жить правильно сложнее, чем мы живем. Орать, визжать и быть недовольными легче всего. Но это все разрушает нашу собственную судьбу. И бывают времена в стране, когда уже нельзя визжать, вещать, потому что может быть катастрофа. И вот сейчас такое время. понимаете? Дывает время, когда люди должны уважать друг друга. Время тяжелое может быть для страны. Люди должны уважать друг друга, сплотиться вокруг старших, стать сильными означает терпение и любовь. Вы скажете, но они неправильно все делают. А кто правильно это здесь делает? Вы все правильно делаете. И никто неправильно не делает. Каждый косячит постоянно. Почему? Потому что у нас знаний нет, как правильно жить. В древней культуре правители воспитывали с самого детства, были правителями. А если вы хотите узнать, как, я могу вам привести пример. Был один правитель 5000 лет назад, который правил всей землей. И он был святым царем. Вот пример из его жизни маленький. первую книжку, которую он читал, ему было 5 лет. Эта книжка была буквариумом. И там не об ВГТ рассказывалось, а там рассказывалось, как надо правильно жить. Первую фразу, когда он прочитал, первую фразу он прочитал «Никогда никого не обманывай». вторую фразу, которую он прочитал «Если тебя старшие наказывают, принимай это с благодарностью и терпи». И так далее. Там много было таких фраз. И дети остальные говорят, они все наизусть учили. И дети говорят, я страницу выучил. и когда его спросили старшие «Ты сколько выучил уже?» Он говорит, «Я выучил одну фразу, а вторую еще пока не знаю». И преподаватель начал наказывать, начал пить его хворостиной по заднему месту. Говорит, «Ты что так мало учишь? Надо больше изучать?» не знал качества этого человека, потому что этот человек в своей жизни никогда никого не обманывал. То есть если он выучил эту фразу, значит он очень глубоко это усвоил уже с 5 лет. Представляете, какая сила сознания была, сила разума у человека. Вот. И когда его побили, он сказал, «Да, я только наполовину выучил вторую фразу, потому что я с благодарностью принимаю ваше наказание, но вытерпеть все полностью я пока не смог». когда преподаватель услышал такие слова от этого ребенка, он понял, что ребенок этот обладает колоссальной силой разума. Но тогда были другие времена, мои хорошие, потому что люди ничего не забывали. Вот например, Шимадбхага, это произведение, которое я изучаю, оно было написано 5000 лет назад. И оно было написано одним мудрецом, его звали Вьесадевы. Так мудрец написал его таким образом, что его сын через 70 лет это произведение пересказал, а сын услышал от отца это произведение в отроби матери и запомнил 80 тысяч стихов наизусть. А потом через 150 лет еще один человек пересказал это произведение письменности не было все делали устно. Так вот, когда это произведение было пересказано еще раз, знаете, что Вьесадева он начал, он когда начал записывать все, он записал и это. То есть он записал, как его сын рассказал, как он сам рассказал и как рассказал через 150 лет еще один человек. В этом произведении предсказание на 4 миллиарда лет вперед жизни нашей Вселенной и Земли. Там рассказывается обо всем скорости света и о размерах атома и о том, как устроена психика человека и о том, как мы рождаемся и что дальше с нами будет и так далее. А другое произведение, которое написалось таким образом, был слепой царь, которого этот мудрец Свесадева наделил способностью не его, а его слугу видеть, что происходит на поле битвы к Рушетре с его детьми. И этот святой царь слушал своего слугу о том, что происходит на поле битвы. А Весадева писал, записывал, что происходит на поле битвы, что говорил царь, что говорил слуга, находясь в это время в Гималайе. Так было составлено Махабхар. Понимаете? Нам далеко до этих людей. Поэтому как бы сейчас равняться с тем, как правильно должны править правители, нам надо сначала своими делами разобраться. Но идея в чем моя? Она заключается в том, что правильная жизнь гораздо сложнее, чем нам кажется. Допустим, одна женщина, а две мужчины в Алмате подошел ко мне и говорит, Алик Геннадь, что-то я не могу в Казахстане развиваться как бизнесмен. Я говорю, на это есть вполне конкретная причина. Он говорит, какая причина? Я говорю, вам мусульманская вера нравится? Он говорит, нет. Вот не можете по этому развиваться. Как это одно связано? Я говорю, а так связано, что когда собака видит чужого, она на него гавкает, а на своего нет. Вот и так на вас тоже все гавкают, потому что вы здесь чужой. Если человек не признает культуру, в которой он живет, не признает правительство, в которой он живет, не признает веру, внутри которой эта культура создалась, значит он чужой в этом месте. И все на него будут гавкать. Ну скажу, теперь все понятно. Понимаете, о чем я говорю? Этот мир устроен гораздо сложнее, чем нам кажется. Даже если у тебя другая вера, примите ту культуру, в которой ты живешь. Вера всегда основана на основе какой-то веры. Допустим, казахская культура основана на мусульманской вере, а русская культура на христианской. Понимаете? И человек, живя в этом месте, должен принимать и то, и это, не значит, что он обязательно должен эту веру принимать, он должен это уважать и любить. Потому что культура это не швейцарские часы. Понимаете, культура это знание тех святых, которые жили на этой земле. Знание выдающихся людей, которые построили этот город. И вот это знание и уважение делает человека культурным. Понимаете, культурный человек означает тот, чтит святыни, кто уважает то, что было достигнуто людьми и уважает то, что есть в жизни. И также уважает то, что он может сделать сам, помочь как-то этой жизни, этому миру. Это правильный путь в жизни. А то, что сейчас люди большинство делают, это гнусят, критикуют, льют испражнения. Это неправильный путь. Этот путь никому не помогает ни старшим, ни младшим, ни вам. Понимаете, поэтому нужно учиться жить правильно, а это непросто. Вот каргать и ругаться легче. Поэтому, видите, мы детские песенки сочиняем и думаем, что для детей, детские песенки, это не для детей. Оставь свои заботы, оставь, значит, перестань думать о себе, падение взлет, пойми, что это жизнь не детская игра, это сложная штука. А если с другом худо, не уповая на чудо, как могу, да, все будет хорошо, спеши к нему, всегда иди дорогу и добра. У меня был случай, где я только начал изучать, что такое молитва, молиться начал уже. Я был молодой еще парень, у меня было 25-26. И я разок иду за хлебом и в сердце так чувствую. Сейчас мои родители и моя сестра они ехали на Урал к родственникам в сироп ехали. сейчас они погибнут. То есть они на машине ехали. Я так почувствовал. Я встал, я перестал идти, встал, вспомнил свет по святыню, начал молиться, память свою соединил с ней и дождался, пока эта память о Боге стала сильнее, чем боли в моем сердце, вот это ощущение поражения в жизни. Когда я почувствовал, что все как бы утвердилась сила, я пошел дальше в магазин. Теперь, что произошло? Когда мы синхронизировали события, казалось, именно в это время мои родственники ехали на машине, навстречу КамАЗ, выезжают на их полосу, они в кювет, он тоже в кювет, и мама говорит, я почувствовала смерть, у меня все тело сковало, холод меня окутало, я почувствовал, что сейчас мы погибнем, все втроем. Каким-то чудом машина разминулась там миллиметр с этим КамАЗом и полетела, ну как бы на дороге насыпь же всегда, и она с этой насыпи полетела и встала на все четыре колеса, выехала, потом поехала, все, никаких, ничего нет, все, никаких повреждений, ни аварий, ни переворотов, ничего, просто вот все нормально обошлось. Я тогда понял, как действует молитва, а параллельно в это же время у меня есть одна знакомая из медицинского института, осталась моя знакомая, которая, ну вместе мы изучали, как правильно молиться, она мне говорит, слушай, у меня такая ситуация произошла, я, говорит, сплю, и мама ко мне приходит, она в соседней комнате спит, приходит ко с ней, говорит, дочка, я умираю, я говорю, да мама, да все нормально, а если с другом худо, не уповай на чудо, всегда спеши к нему, иди дорогу и добра, она говорит, мама, все, ничего, ты не умираешь, все хорошо, перевернулся на другой бок, и дальше спать, проснулась, пришла к маме, она уже умерла, ну ушла из жизни, знаете, она потом мучилась всю жизнь, за то, что она не помарнилась в это время, может быть, она спасла маму, может быть, и нет своей молитвы, я не знаю, но факт остается фактом, что это неправильно переворачиваться в этот момент на другой бок, надо эту жизнь понимать глубже, глубже, понимаете, один мужчина пришел ко мне на семинар, это было в Екатеринбурге, по-моему, называется «Победа над трудностями судьбы», и мы учились в молитве весь семинар, и я там проводил такие вещи, то есть люди же повторяю, я желаю всем счастья, и выходили на сцену несколько человек, мне кажется, даже пельми такое делали, помните, да, вот, и там вышел один мужчина, первый раз пришел на лекцию, и у него мама уже не вставала, она лежала в постели, не ела ничего, не пила, то есть она, он уже вот считал дни, что она скоро уйдет из жизни, он встал на сцену, весь зал, повторял, я желаю всем счастья, и желал ему, как бы, счастья, а он думал о своей маме, и он отдавал назад всему залу, это счастье тоже, такое было условие, если вы чувствуете, что вас переполняет, значит, это плохо, надо отдавать, ну, еще пошел обмен такой, зал ему счастья, он зал, зал ему, он зал. и так 20 минут всего, на следующую лекцию, он приходит, поднимает руку, говорит, Олег Геннадьевич, все, что вы делаете, это правильно, хотя я вас не знаю, я говорю, а как вы это определили, он говорит, это очень просто, я пришел домой в этот день, мама села, и начала есть, и у нее румянец на щеках появился, всего за 20 минут молитвы, совместно, вот и все, и решайте, работает это или нет, как такие совпадения бывают, мы не знаем. У нас был такой случай, на одном мероприятии, нам позвонили люди, сказали, что если дальше будете проводить мероприятия, мы вам сделаем фейерверк, ну то есть сорвем чу-нибудь, поэтому вматывайте отсюда, у нас есть только один выход, но они не знали, что у нас есть еще один выход, мы просто сели, и два часа помолились все вместе, и в результате этих друзей повязала милиция, причем без нашей помощи, нам просто об этом потом сказали, что у них нашли там кучу всяких веществ взрывоопасных. Понятно, как судьба работает? Хочешь сделать зло, получи назад. Все зависит от воли Бога, Бог испытывает нас, это факт, но Он испытывает для того, чтобы мы научились. Чему? Верим, чтобы мы сильнее стали, и так устроена человеческая жизнь. Соплазны — это один способ, а другой способ — это найти счастье, другое. Понимаете? То есть, когда человек гонит соплазны, это называется аскезы. Жить в аскезе можно, но недолго, потому что человек, когда совершает аскезу, он забирает свое счастье. Ну, допустим, хорошо, когда ты рядом с счастьем находишься, допустим, ты когда бежишь на природе, но тогда ты можешь всем желать счастья, бежать спокойно, без напряжения, и ты будешь наполняться параллельно расходованием, ты наполняешься, и таким образом лечишь организм. Напоминаю, что у нас будет 1-2 декабря онлайн-вебинар, можете все прийти, я буду рассказывать подробно, как, что делать для того, чтобы быть здоровым, побеждать свою судьбу. буду рассказывать свои методики. Вот. Но если, допустим, ты совершаешь аскезу, там, бросаешь пить, бросаешь курить, допустим, то ты теряешь силы. Эти силы означают счастье. Энергия счастья нужна и печени, и почкам, и сердцу, и нашим отношениям, нашей жене, нашим детям. Всему, что нас окружает, нужна энергия счастья. Без счастья не проживешь. Счастья не хватает, что-то заболело. Счастья не хватает, отношения рушатся. Счастья не хватает, рушится бизнес. Это все энергия счастья, понимаете? А ты совершаешь аскезы, и что делаешь? В аскезы вкладываешь энергию счастья. Зачем? Для того, чтобы повернуть свой путь в жизненное, более правильное направление. Потому что люди в нежести сползут по своей судьбе, спотыкаются носом. Очень медленно меняется жизнь. Люди в страсти, они идут по судьбе, но они спотыкаются, потому что путь трудный. А люди в благости, они бегут по своей судьбе. То есть они забегают на горы, перебегают. То есть нужно идти правильным путем в жизни. Правильный путь означает бросить пить, бросить курить. Лучше мясо тоже не есть, потому что тяжелая пища. Она судьбу отягощает. Мы говорим, видите, не о белках, жирах, углеводах, о том, что там полезно, не полезно. Мы говорим о судьбе, что пища может на судьбу влиять. Потому что там есть, кроме химической энергии, еще психической энергии. Пища есть. И человеку что нужно? Больше психической энергии, не физической. Допустим, когда человек чувствует слабость, нет сил, это значит, что ему телу не хватает пищи. А когда он чувствует гнев, раздражительность, неудовлетворенность, то не хватает энергии, не телу, а психики. И когда человек поел, что он чувствует? Спокойствие, удовлетворение, радость, хорошее настроение, значит, наполнилась психика пищей. Понимаете? А вот мясо, оно не той пищей наполняет психику. Понимаете? Не той энергии, которая дает человеку сильное счастье и победу на судьбе. Поэтому надо менять, а тем более там курение или тем более спиртное. Поэтому как бы очень важно все это убрать. Это аскезы, все это убрать из своей жизни. Но аскезы истощают само счастье. Человек совершил аскез, вообще счастья нет. Как это говорят? А если водка мешает работе, брось ее нафиг работу свою. Ну то есть что-то надо бросать по-любому. Ну то есть понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что надо совершить аскезу. Аскеза истощает. Но есть другой путь. Есть другой путь. Это путь любви называется. То есть аскеза нужна. Но что в это рекомендуют человеку? Они рекомендуют поменять свой вкус к счастью. Вот допустим, учиться запоминать этот вкус, потому что он очень редкий. Допустим, один раз мне дарили шоколадные конфеты, я их не ем. я пошел удалить просто нищему какому-нибудь человеку. Потому что он сто процентов ест. И одна женщина, вот там у нас была нищая, я в Москве живу, она весь день собирал пожертвования, сидела. И все знали это место, где она сидела. Она там жила прямо, в этом месте. А вечером она обычно напивалась, начинала орать, там буянить, ходить. Я как раз вечером после работы шел, она орала и буянила. То есть она смиренно собирала деньги, потом назад возвращала всем вот этим скандальным таким настроением, злостью, материлась там во всех. Ну и я как бы не обращая внимания, думаю, ну что я буду таскать до завтра. Отдам ей прямо сейчас. Подошел к ней и дал ей конфеты. Она взяла конфеты и быстро начала открывать коробку, пока я не ушел. И я как понял потом с целью разоплачить меня, что там не конфеты, а какой-то подвох. И я типа над ней издеваюсь. Но когда она открыла эту коробку и съела конфету, и она была настоящая, дорогая, шоколадная конфета, она оболтела просто. Она смотрела на меня вот так вот. То есть она несмиренно просила меня дайте покушать там. Она просто материлась, стояла. А я подошел ей и дал конфеты. И она съела, когда конфеты, у нее в сердце что-то перевернулось. Она смотрит на меня. И у меня в сердце появилась благодать Божьей. Я понял, что я как раз делал то, что надо для этого человека. Потому что когда пожертвования даешь, когда она себя смиренно сидит, она не сильно это понимает. А вот тут ее пробило. И у в сердце появилась радость. Понимаете? Я ее запомнил. Это называется высший вкус. То есть когда человек один раз вот такое сделал, запомнил, то ему еще хочется это сделать еще. Один спортсмен занимался спортом подводным плаванием. Набирал воздух и плыл. нырянин подводный спитспорт. Но он начал заниматься этим видом спорта после того, как его знакомые пытались утопить. То есть они бросили ему камень на голову и в воду его закинули на глубину. А он выжил. И после этого он начал заниматься вот этим подводным нырянием, плаванием и стал каким-то там то восемикратным, то ли еще каким-то кратным чемпионом мира, много золотых медалей. И один раз один автобус слетел с моста вместе с людьми. и он это увидел. И он нырял в течение какого-то времени, там может быть 10-15 минут, спасая людей. Он спас почти всех людей, но потерял возможность заниматься спортом. То его здоровье было поддорвано после этого. Понимаете, когда я слушал его комментарии на свою судьбу, уже в пожилом возрасте, ни о чем не жалел. Почему? Потому что он получил высший вкус, он получил вкус отношений с Богом. То есть Господь был рад на всю жизнь он получил вкус отношений с Богом. На всю жизнь. Понимаете, вот когда такой вкус у человека появляется в сердце, ему просит пить, курить и встать на правильный путь легкотня. Потому что вот этот вкус отношений с Богом, когда ты что-то для Бога хорошее сделал, почему люди храмы строят, почему они помогают бабушкам, нищим. А по той простой причине, что это дает очень сильный открик от Бога. Когда этот открик приходит в сердце, тогда человек на другой энергетический уровень выходит. Он начинает такое счастье испытывать, которое легко заменяет всё. Почему человек курит? Потому что он не может расслабиться. Почему человек пьёт? Потому что не хватает любви. Почему человек есть мясо? Потому что ему надо немножко приземлиться, надо потяжелее пищу, чтобы она его немножко прибила в земле. Когда человек получает эту очень сильную энергию любви от Бога, ему легко поменять свою жизнь. Почему? Потому что эта энергия совсем другая, она необъяснимая человеку. как заново рождается человек. Он становится совсем другая жизнь. Другая жизнь, другое мышление, другие возможности совсем. Поэтому человек должен встать на этот путь, на путь любви. Понимаете? мои друзья супруги сколовы очень хорошую песню написали. Как чувствуется человек на этом пути любви, на пути служения Богу, на пути, в котором легко поменять себя, свою жизнь. Потому что есть аскеза, можно насильно бросить пить, курить, а можно с помощью добрых дел. То есть человек стоит на правильный путь. Ну что, сложно копеечку дать нищему? Ну дай возле храма, не надо на вокзале давать. Возле храма, там люди возле храма сидят, значит, они от Бога помощи ждут. Они верующие. Ну вот ты ему и дай. Вот. Или помоги еще кому-нибудь. Вот в доме у тебя есть, допустим, голодный человек, ну покорми его, не бойся, он не будет смеяться на него. И никто не будет смеяться. Делай добрые дела. Встань на этот путь. И как получается, человек начинает видеть природу по-другому, людей, начинает видеть чистоту этого мира, начинает законы, которые я вам объяснил, взаимодействие правительства, подчиненных, всех, законы успеха, успешной жизни. Он начинает чувствовать все, понимает, как все устроено, как есть другие механизмы, допустим, обычные механизмы, как человек думает, надо работать побольше, надо образование получить, и тогда я смогу иметь большую власть и денег. Он не знает, что есть более быстрые пути для достижения того же успеха. И эти быстрые пути сотканы из любви. Допустим, взять того же Меньшикова, он был предводителем армии Петра I, а он был до этого босиком. Знаете, что такое босяк? Это не то, что сейчас нищие. Это в той культуре, когда раньше эти дети не имели никакого будущего, ни образования, ни хороших манер, ни хорошей одежды, ничего, то есть полный ноль. Понимаете, он подружился с царем, этот человек. В чем его качество было? Он очень был верен. И в результате, через 30 лет этот человек получил высочайшее образование, высочайшую культуру, высочайшую власть, просто с нуля до такого уровня, дорасти. Это нереально просто, понимаете? Благодаря вере в старших это произошло. Это путь описан в Бедах. Когда человек верит старшим, он уважает старших, потому что знает, что это представитель Бога. Тогда в этом случае ему легко, потому что старший чувствует эту веру и поднимает очень мало верных людей на земле. Понимаете, когда человек верен, его хочется развивать, хочется поднимать. Когда человек бунтует, наоборот, он все теряет в жизни. Да, зашли, он хороший специалист. Видите, мы бунтуем против старших, потому что мы не верим в законы Бога. Мы думаем, что все так, как я знаю, а все гораздо сложнее. Но я не об этом хочу сейчас сказать. Я хочу сказать о том, как чувствует себя человек, который к Солнцу повернулся, то есть который к Богу повернулся, у него чистота людей воспринимается гораздо легче, чистота природы воспринимается гораздо легче. Ощущение, что ты защищен абсолютное, что Бог тебя защищает и ничего плохого с тобой больше не произойдет в жизни. до этого куча всего происходило. Вы же мне все рассказываете вот эти все события. Это все происходит, но потом перестает происходить. Поднимите руку, у кого перестало происходить. молитесь и все есть защищенные люди, люди чувствуют защиту от Бога. Все, пошла жизнь другая совсем.